Мы говорим о жизни в святости и о том, как важно для нас понимать, что святость — это то, чего можно достигнуть. Это то, что может работать в нашей жизни каждый день. Мы должны понять, что же такое святость. Быть святым означает иметь то же мышление, что и у Бога. Если вы сообразуете свое мышление с Божьим Словом, вы сделаете самый важный шаг на пути к святости. Еще один необходимый процесс, который вы должны постоянно проходить, чтобы быть святым, это очищение. Вы должны очищать себя в соответствии со Словом Божьим. Вы должны удалить от себя все, что не соответствует Божьим стандартам святости, о которых Он говорит в Своем Слове. Быть святым означает иметь одно мышление с Богом. Все, что Бог называет правильным, вы должны считать правильным. То, о чем Бог говорит, это неправильно, то и вы должны говорить это неправильно. В Библии сказано, мы призваны к святости. «Достигайте святости». А еще, без святости никто не увидит Господа. Бог сказал в Своем Слове, «Будьте святы, потому что Я свят». Итак, в Библии есть множество доказательств, что святость — очень важная часть нашей христианской жизни. Благодарение Богу за кровь Иисуса, хвала Ему, что мы сделались праведниками Божьими. Праведность — это величайший дар, данный нам, Господом. Но святость — это то, что следует достигать каждый день. Святость — это решение, которое мы должны принять. Нам необходимо принять твердое решение быть святым, а затем совершенствовать святость в своей повседневной жизни. Давайте поговорим о врагах святости. Мы уже определили три вещи, которые мешают нам достигать святости. Первый враг, о котором мы говорили, — это безнравственность и аморальность. Мы говорили о том, какое огромное количество людей умерло в один день из-за безнравственности. Второй враг святости, о котором мы говорили, — это финансовая нечистота, а также неверное сердце и неправильные мотивы, из-за которых вы начинаете служить вещам, а не Богу. Это может стать серьезным врагом вашей святости. Третий враг святости — это бунт. Мы начали говорить о бунте в прошлую среду, но я не успел рассказать об этом все, что планировал. Я считаю, что нам необходимо еще поговорить о состоянии бунта. Итак, как вы можете узнать, находитесь ли вы в состоянии бунта? Откроем книгу Псалмов и прочитаем 67-й Псалом. Седьмой стих. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от аков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Где остаются непокорные? В знойной пустыне. Скажите, кто из вас хочет поселиться в знойной пустыне? Никто, верно? Мы не хотим жить в знойной пустыне. Однако, Писание очень ясно говорит нам, что если мы будем непокорны, то будем жить в пустыне. Когда земля пустынна, ее бесполезно возделывать, она не произвращает пищу. Непокорные останутся жить в бесплодной, сухой, выжженной солнцем земле. Почему? Потому что в их сердце есть бунт. Бунт против Бога, Его Слова и принципов, на которых строится Божье Царство. Давайте теперь прочитаем 17-ю главу книги Притч. Очень важно, чтобы мы рассмотрели эти местописания, потому что многие люди в церкви просто не осведомлены в этом вопросе. Поэтому мы постоянно видим бунт среди христиан. Притча 17-я глава, 11-й стих. Прочитаем этот стих вслух. Все вместе. Готовы? Читаем. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Здесь сказано, что если человек бунтует, то он ищет зла. Бунт не является чем-то приемлемым. Это зло, против которого будет выслан жестокий ангел, то есть демон. Он будет выслан против бунтовщика, и это сильно усложнит ему жизнь. Бунт открывает двери для бесовских действий в вашей жизни. Сейчас я хочу дать вам определение слова «мятеж». Потому что я буду использовать его сегодня несколько раз, когда мы будем говорить о состоянии бунта. Но прежде позвольте мне дать определение слова «бунт». Бунт — это открытое сопротивление чему-либо. Это отказ повиноваться. Отвержение наставлений. Сопротивление властям. Это определение бунта. Синоним слова «бунт» является слово «мятеж». Мятеж — это отделение. Недовольство или несогласие. Выступление против чего-либо. Например, вы знаете, что Святой Дух сказал служителю, «Мы будем делать это». А вы говорите, «Ну, я не думаю, что это стоит делать». И вот вы оказались в состоянии мятежа. Вы отделились, потому что не согласны. А в оправдание вы говорите себе. Это просто мое мнение. Я хочу, чтобы вы отметили для себя, что сказано о мятеже в Писании. Мятеж и бунт связаны между собой словно узами брака. Откроем одно местописание, с которым вы, возможно, не знакомы. Если так, то посмотрите, пожалуйста. Воспользуйтесь оглавлением и найдите книгу Ездры. Страница 626 в моей Библии. Книга Ездры расположена сразу после второй книги Паралипоменон. Откроем четвертую главу. Я хочу показать вам, что происходит, когда лидеры оказываются снисходительны к бунту. Когда вы идете на компромисс с духом бунта в любой сфере жизни, вы проигрываете. Люди часто боятся противостояния. Противостояние не обязательно несет в себе негатив. Противостояние может быть на пользу для духовного роста тех, кому противостоят, и тех, кто противостоит. Но в книге Ездры показано, что происходит, когда вы отворачиваетесь при виде бунта, и просто не хотите иметь с ним дела. Это хорошо иллюстрирует, что происходит в результате игнорирования бунта. Итак, книга Ездры, 4 глава. Я прочитаю 14 и 15 стихи. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесения к царю. Пусть поищет в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей, город мятежный, и вредный для царей и областей, и что отпадания бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Итак, заметьте, написано, что именно мятеж был причиной разрушения города. Прочитаем 19 стих. «И от меня дано повеление, и разыскали, и нашли, что этот город издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения». Видите ли, всякий раз, когда бунт допущен в вашу жизнь, это приглашение для разрушения. Не разрешайте бунту оставаться в вашей жизни, будь то бунт против Бога или Его Слова. Как христиане мы должны оценивать нашу жизнь, чтобы убедиться, что бунт туда не допущен. Потому что когда в нас есть бунт, это останавливает Божье благословение. Бунт с собой приносит серьезное разрушение. Мы читали о нечестивом человеке, который ищет бунт. Жестокие ангелы выступают против него, и все это из-за бунта. Вы можете изучить в Библии примеры того, как определенные вещи приходят в жизнь бунтующих людей. Например, сестра Моисея, которая выступила против него, потому что он женился на Эфиоплянке. Она взбунтовалась против него, и это послужило причиной проказы, одолевшей ее тело. Она была выслана из Тана, где брат должен был молиться за нее. Да, ее брат должен был за нее молиться. Это была его сестра. Он должен был молиться за ее избавление, за ее исцеление. И это была его сестра. Теперь послушайте. Это очень серьезный вопрос. И я хочу, чтобы мы уделили этому много времени, чтобы вы действительно увидели, как это происходит и чем это вызвано. Когда закладываются основания по местной церкви, следует различать мотивы тех, кого мы называем старейшинами. Одно дело, когда бунтующие люди находятся среди паствы, но когда есть бунтовщики среди руководства и старейшин, это обязательно нужно предотвратить. Я не хотел учить вас тому, чему я обычно учу лидеров, но почти каждый из вас является главой семьи или руководителем организации. То есть с той или иной точки зрения вы лидеры. Поэтому умение различать дух бунта может помочь вам сохранить ваши усилия, время и деньги. Я уверен, вы не хотите нанимать на работу человека, который потом станет для вас проблемой или разрушит ваш бизнес. Поэтому очень важно научиться распознать бунтовщиков. Другими словами, именно верность должна оцениться в человеке больше всего. Люди могут быть талантливыми и одаренными, но являются ли они при этом верными людьми? Я бы предпочел верность таланту. Это очень хорошо, когда у вас в команде есть талантливые люди, если при этом среди них нет людей, склонных к мятежу. Однако одаренные, привилегированные люди более восприимчивы к духу бунта. Они более открыты для бунта, чем кто-либо другой. Семена противления могут заразить и разрушить все основания служения. Они будут как ложка дегтя в бочке меда. Противление переходит от лидера к раненой овце со скоростью света. Как определить, есть ли семена бунта в перспективном лидере, старейшин-диаконе или другом каком-нибудь помощнике в вашем служении или бизнесе? Ведь противление не появляется внезапно. Запомните, противление возникает не в тот момент, когда оно проявляется, а намного раньше. Бунт — это процесс, который развивается постепенно. Бунт, не выявленный на ранней стадии своего развития, может в конечном счете вызвать разделение в коллективе или собрании по местной церкви. Если вы не выявите и не блокируете противление, оно перерастает в бунт, который будет развиваться и разрушать ваше дело. Прежде всего, вам нужно усвоить, как бороться с бунтом. Есть только один способ, как избавиться от бунта — уничтожить его. Не надо его консультировать. Не надо с ним нянчиться или приглашать его на обед. Если вы не уничтожите корень бунта, он будет гноиться, распространяться и обязательно настигнет вас снова. И он будет снова. Если вы идете на компромисс, чтобы что-то сохранить, вы обязательно это потеряете. Есть девять стадий противления, о которых мы должны знать. мятеж, бунт и противление — это все синонимы одного и того же состояния. Девять стадий противления. Таким образом, как мы можем определить и избежать их, и сделать это на ранних стадиях, прежде чем они смогут уничтожить вас? Мне бы хотелось показать вам девять ступеней в этих основных стадиях неверности, которые мы должны знать. Первая стадия противления — это независимый дух. Человек с независимым духом рассматривает свое служение как стартовую площадку для его личных стремлений. Он может служить для того, чтобы получить признание людей или повысить свой статус через принадлежность к уже состоявшемуся служению. Верность можно проверить по готовности человека изменить свое расписание, чтобы принимать участие в служении. Фактически именно так определяется верность. Верность — это готовность изменить личные планы, чтобы служить. Гибкость — словно серьезное испытание для верности. Теперь вы можете использовать этот принцип для определения верности служителя. Если вы можете правильно определить дух независимости в человеке, то вам и не нужно проходить через все девять стадий, чтобы сказать «это бунт». Когда я вижу дух независимости, я знаю, что с этим необходимо срочно разобраться. Я начинаю выяснять мотивы таких служителей, спрашивая «зачем вы здесь?» Вы стараетесь создать личное портфолио? Вы стремитесь, чтобы вас заметили? Ответ на эти вопросы дадут вам понять, имеет ли бунт место в этом человеке. Если вы внимательно проанализируете эти ответы, вы можете избавить себя от многих бед. Дух независимости — это, во-первых, результат несокрушенной воли, а во-вторых, отсутствие сердца слуги. Я повторяю, дух независимости — это результат несокрушенной воли и отсутствия сердца слуги. Основной ключ к избавлению от духа независимости — покаяние. Покаяние — это перемена мышления и направление действий. Это когда вы разворачиваетесь на 180 градусов. Покаяние — ключ к разрушению духа независимости. Это не просто, когда вы каетесь, говорите Богу, «Господи, прости меня», и на этом все. Покаяние означает перемену мыслей. Вы перестаете мыслить неправильно, а, следовательно, перестаете идти неправильным путем и совершать неправильные действия. Вспомните Иосифа. Он позволил Святому Духу поместить его в такое положение, в котором с ним могли происходить великие перемены. Я думаю, что самые счастливые люди — это те, которые позволяют Святому Духу помещать их в такое положение, где они могут помогать другим людям достигать успеха. Это становится основным источником радости в их жизни. Как разобраться с духом независимости внутри себя? Как нанести ему поражение? Не фокусируйтесь на себе. Вы спросите, «Как я могу сделать успешным другого и не фокусироваться на собственном успехе? Как я могу быть благословением для кого-то? Тогда я спрошу вас, когда вы в последний раз делали что-то для того, чтобы другой человек достиг успеха?» Когда вы не были сосредоточены на собственном успехе, мир называет это «отдавать себя». Я называю это «благословением». Вы можете проверить, есть ли в вас дух независимости. Посмотрите на свою готовность меняться и помогать другим становиться успешными в их призвании. Вторая стадия опротивления, о которой мы должны знать, это желание получить одобрение от своего лидера. Человек, не нацеленный на Божье одобрение, обычно действует ради человеческого одобрения. Он будет прилагать все усилия, чтобы получить одобрение человека, вместо того, чтобы ожидать продвижения в служении от Бога. В послании к Галатам, первой главе, описан один принцип, который нам всем необходимо хорошо усвоить. Итак, Галатам 1.10. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли я угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Мы должны искать Божьего одобрения, а не одобрения от людей. Поймите, когда ваше служение в Церкви проистекает не из понимания Божьего взгляда на позиции служителя, а из желания одобрения, вы становитесь зависимым от одобрения. В результате вы можете обольститься законничеством. Вы будете желать похвалы от людей, их одобрения, а вовсе не Божьего одобрения. Знаете, что происходит, когда человек не видит разницы между своей ценностью и своей эффективностью в служении? Он опустошается. Он раздражается, когда его обличают в том, что он действует собственной силой. Когда ваша жизнь исходит от Бога, то вы, как Павел, будете жить жизнью Христа. Вы будете жить жизнью Бога и всем, что Он дает вам. Если ваша самооценка зависит прежде всего от вашей эффективности в служении, от ваших дел, а не от Христа, это означает, что вы вкусили фарисейской закваски. И она заставила вас строить свое служение ради того, чтобы покрасоваться среди лидеров, а не на желание послужить телу Христову. Если отношения служителя со старейшинами основаны на нелепом законничестве, то он становится проводником бунта, потому что он не сосредоточен на Христе, и все, что исходит от Него, может служить поводом для бунта. Давайте исследуем некоторые черты законничества. Я думаю, что не все понимают, что я имею в виду, когда использую слово «законничество». Законничество — это строгая приверженность закону. Это доктрина дел, которая противоположна доктрине о благодати. Какие черты законничества я упомянул? Законник делает то, что от него требуется, но его сердце находится в состоянии бунта и не подчиняется принципам Слова Божьего. Они делают все, что требуется, но при этом они бунтари и не подчиняются принципам Слова Божьего. Они хотят жить отдельно от Бога и при этом делать для Него дела, и при этом не получать от Него жизнь и все потребное для Него. Видите разницу? Зависимость и независимость. Законники создают все эти ложные системы, которые гарантировали бы им одобрение от Бога. Вы знаете, если я полагаюсь на закон, я сам себя ставлю под удар, ведь не этого Бог хочет от нас. Законник повинуется Слову Божьему из чувства неуверенности или по традиции, или ради одобрения толпы, или из гордости. Он не делает это из любви к Богу. Все причины повиновения Богу, кроме одной. Я делаю это, потому что люблю Бога. Это законничество. Другой признак законничества, когда человек притворяется святым и духовным. Вы знаете тех, кто притворяется святым и духовным? Кто-то должен сказать «Аминь». Я так устал сталкиваться с людьми, которые изображают из себя святых и духовных, хотя они не ведут себя так, когда остаются наедине с супругами. Все это маска. Хвала Господу, пастор Доллар, этот день сотворил Господь. «Знаете, а я просто говорю, привет!» Вот другой признак законничества. Самовольное благочестие и религиозность. В послании к Колосинам, 2 главе, 23 стихе, говорится об этом. Самовольная религиозность. Религиозные люди делают закон из собственных правил. Святой Дух всегда стремится прославить Христа, давая откровение о том, что Иисус есть Господь. Божья благодать не навязывает нам самовольную религиозность. Есть еще много признаков законничества. Служение только на словах. Двойные стандарты. Стремление стать тем, кем Бог уже сделал нас через Иисуса Христа. Мы уже сделались праведными перед Богом в день, когда родились свыше. Но есть люди, которые все еще пытаются стать праведными перед Богом. Совершая много дел, при этом они думают, что это даст им лучшее положение на небесах. Это законничество. Вопрос. Зачем я уделяю время разговору о законничестве? Потому что законничество со временем перерастает в противление и бунт. Законничество взращивает семена противления в своих служителях. И в определенное время оно сделает человека-носителем разделения в вашей организации, другими словами. Вы никогда не доберетесь до истинной сути людей. Вы будете видеть только фальшь, которую люди будут изображать для вас. Когда формируется состав руководителей, старший пастор вступает со своей командой в некий завет, который начинается словно медовый месяц. Однако со временем проявятся ошибки и слабости людей. Если отношения с братьями будут основаны на законничестве, человек будет все время обижаться и чувствовать себя отверженным. Об этом надо говорить в церкви. Потому что это происходит все время. По моему опыту, когда в поместной церкви наступает время испытаний, некоторые моментально становятся недовольными, начинают роптать и обижаться, когда их эгоистичные амбиции не удовлетворяются. Если вы будете питать свою религиозность, к вам приходит опустошение, разочарование и боль. Вам будет не хватать сил продолжать служение, потому что, чтобы постоянно приносить плод, мы должны пребывать во Христе Иисусе. Иногда время испытаний приходит для того, чтобы помочь нам увидеть в себе семена противления, и это должно привести нас к покаянию. Тяжелые испытания, которые выпадают на долю человека, это своего рода суд над тем, что обитает в его сердце. Если вы видите, как падает брат или сестра, это происходит не для того, чтобы вы могли показать на них пальцем и сказать, «Посмотрите, какие они грешники». Эти ситуации на самом деле открывают ваше собственное сердце, чтобы вы смогли увидеть, насколько вы близки к тому образу последователя Христа, который описывает Слово Божие. Итак, будем верить, что Бог обрежет нас, как свои ветви. Я думаю, что об этом достаточно, чтобы многие из вас не сказали, «Дорогой Бог, пожалуйста, не приставай ко мне». Итак, я учу об этом, чтобы мы смогли пройти через все это. Я не повышаю на вас свой голос. Я бы и не смог этого сделать. Но я хочу, чтобы вы усвоили все, о чем я говорил, чтобы это учение принесло в вашу жизнь большие перемены. Продолжение следует...